Мы просто хотели обсудить эту тему. Стоит ли показывать детям обнаженных людей, комментирует в Роскомнадзоре, вызвавшую бурю возмущения инициативу ведомства. Никаких запретов. Как говорится в концепции информационной безопасности, ее цель – выработка стратегического, научно обоснованного подхода к проблеме защиты детей от негативной информации, распространяемой в медиасреде. Конец цитаты. И не более того, художники и руководители музеев не поверили. Недоумение у многих музейщиков. Во-первых, вопрос сразу встает, как будут определяться эти критерии, что считается допустимым для детского визуального восприятия, что является недопустимым. И если действительно директивно это будет принято, то музейщики сразу говорят, это будет колоссальная потеря для развития эстетического развития детей. Пусть чистят интернетный мусор лучше, чем лезут в искусство, в настоящее искусство, опробированное годами. Реустоявшиеся устои не надо ворошить. На Рубенса и Тициана ярлык 16+, может, и не навесят. Но вот за современное искусство у художников опасений больше. Евгений Масленников пишет в необычной манере. И пресловутая обнаженная натура у него тоже есть. Он признает, что на выставках художников-постмодернистов можно увидеть всякое. Те же перформансы с человеческим телом, с кровью, со всякими такими делами. Детей одних туда не надо пускать. Пусть сначала родители решат, стоит ли на эту выставку идти. Дискуссии будут продолжаться до конца 2015 года, когда Роскомнадзор должен окончательно сформировать свое мнение – показывать детям обнаженные тела или нет.